Белые пятна в истории России Году российской истории посвящается Указом президента России 2012 год объявлен годом российской истории Резонно Ибо в истории великой державы не должно оставаться белых пятен Ни в российской, ни в советской, ни в постсоветской А ведь они есть Итак, год 2012 Год российской истории Вернемся на 110 лет назад Год 1902 Русский царь Николай II Издал указ о конфискации имущества армянской церкви И о закрытии армянских школ Наложен запрет на деятельность армянской церкви Конфисковано ее имущество Русская православная церковь Придает ее анафеме Что же случилось? Что Николай II Пошел на столь радикальные меры Вопреки политике своего деда Николая I Дело в том, что накануне первой русской революции Во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу Были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии Царское самодержавие поняло, что так называемые стихийные волнения на Кавказе Управляются из-за рубежа И осуществляются через армянские организации Главным образом через Дашнак Цутюн О злодеяниях четников и террористов С болью писали родитель русского дела на Кавказе Величко Член-корреспондент Императорской академии наук Капчерев Доктор церковной истории Анинский Известный кавказовед Канадеев Редактор газеты «Московские ведомости» Профессор Будилович и другие Но сегодня эти авторы мало цитируются И эта страница российской истории остается белым пятном Говоря об этом, необходимо оглянуться ровно на сто лет назад Год 1912 В Петербурге идет грандиозный судебный процесс над партией Дашнак Цутюн С привлечением 159 обвиняемых и 850 свидетелей Представьте, каких масштабов достиг кровавый террор армянских националистов На территории России в первом десятилетии 20 века И обратите внимание, это началось еще в 19 веке Задолго до названного судебного процесса в Петербурге А теперь оглянемся на 130 лет назад На сей раз другой царь, Александр III Принял решительные меры против армянского национализма И в 1882 году дал соответствующие указания Министру внутренних дел Толстому В конце 80-х распоряжением правительства почти все армяне Были уволены с высоких государственных должностей В 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ В марте 1889 года вышел царский указ Об исключении истории и географии Армении И школьных учебных планов А в 1903 году была экспроприирована Собственность армянской церкви Эти жесткие меры были адекватным ответом На коварные намерения Дашнаков Подорвать устои российской государственности Жупелом армянского националистического движения Стал террор Последовала череда покушений на государственных чиновников В октябре 1903 года волна террора достигла своего первого пика Когда член партии Гнычак тяжело ранил царского наместника на Кавказе Князя Голицына Получивший кинжальные удары в голову Князь вскоре скончался Походившим тогда слухом Террористы вынесли решение обезглавить Голицына И выставить его голову на Ереванской площади в Тифлисе Дело в том, что в 1897 году Голицын обратил внимание царя на то Что в Тифлисе и в Баку армяне захватили всю власть Вот почему он издал указ о полном отстранении армян от участия в городских выборах Нападение армянских террористов из партии Дашнак-Цутюн на царских чиновников Вынудило Николая II запретить деятельность Дашнак-Цутюна И долгое время партия была вне закона Так продолжалось до прихода к власти в СССР Горбачев С его вступлением на должность генерального секретаря ЦК КПСС Армянские террористы получили карт-бланш И Кавказ конца 80-х стал с точностью напоминать Потопленный армянскими террористами в крови Кавказ начала 20-го века За что тогда Николай II запретил армянские организации и церковь В 1988 году на этой крови офис Дашнак-Цутюн переехал из Афин в Ереван И это событие было торжественно преподнесено по программе «Время» Главному рупору советского государства Таким образом партия, запрещенная за систематическую подрывную деятельность Против российской государственности Вернулась на политическую авансцену Российской империи В канун развала СССР Уже в независимой Армении Дашнак-Цутюн запретили вновь В 1994 году сделал это тогдашний президент Тер Петросян Опять-таки за подрыв государственности Однако после его ухода в 1998 году и по сей день Дашнак-Цутюн является системой образующей партии в Армении И задает тон непримиримости на переговорах по Нагорно-Карабахскому конфликту Упоминая о Николае Первом, отметим, что именно он в угоду армянам Фактически уничтожил Албанскую церковь, имеющую апостольское происхождение Это была древнейшая церковь не только Кавказа, но и всего христианского мира 1836 год вошел в историю России двумя датами Как год десятилетия коронации Николая Первого, в честь чего были выпущены памятные золотые монеты И как дата подписания рескрипта об упразднении албанской патриаршей церкви И сразу все албанские церкви стали армянскими Албанские надписи были заменены армянскими Таким образом, на руинах албанской церкви укрепилась армянская, которой до XV века на Кавказе никогда не было Архивы Екатерининского периода правления высвечивают еще одно белое пятно Документально установлено, что при Екатерине II Российская империя намеревалась возродить не армянское, как убеждают армянофилы, а албанское царство Отдавая дань албанской православной церкви, древнейшей во всем христианском мире В проекте князя Григория Потемкина по этому поводу сказано Воспользуясь персидскими неустройствами, занять Баку, Дербент, другие земли Захваченную территорию назвать Албанией, будущее наследие великого князя Константина Павловича Российские правители были осведомлены о сепаратистских притязаниях армянства И по логике никак не могли ратовать за восстановление того, чего никогда не было на Кавказе То есть армянского государства Однозначно им дороже была Албания с ее апостольскими христианскими традициями Между тем, в историях армянского народа этот факт сфальсифицирован и преподнесен как намерение царского правительства Якобы восстановить Армению с целью привлечь на свою сторону христианское население за Кавказе После того, как с позволения албанского патриарха и с разрешения правителя азербайджанского государства Карагоинлу Джаханшаха В середине 15 века армянский католикос перевез армянскую церковь из Киликии на древнеалбанскую землю Вичмейдзин На Южном Кавказе был создан полигон для реализации экспансионистских планов армянской католической церкви Дело в том, что католическое крыло армянской церкви, основанное в 18 веке при поддержке римского престола Разработало план по уничтожению авторитетного духовного института на Кавказе в лице албанского католикосата Для осуществления своего коварного замысла по разрушению ослабшего к тому времени албанского престола Она сделала ставку на Россию, которая только пришла на Кавказ и начала разрабатывать политику в новом для себя регионе Николай I проникся доверием к армянской католической церкви и при этом не подозревал, что ее действия совпадают с устремлениями враждебной Николаю римской католической церкви Намеревавшейся разместить прямо в подбрюшей России угодную ей армянскую церковь Продолжение следует...